Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который заказал вот этот пользователь, сейчас, метилпропилен, пропи, он прислал 180 рублей, покрыл комиссию, спасибо большое, метил, вообще вы поняли, чиловый ролик для чилового, для чилового ролика для чилового просмотра, пускай будет так. Для меня это просто слово, не знаю, как правильно там ставить, удобрение, как удобрение ставить, да, не знаю, ударение ставить, правильно. Короче говоря, 100 дней в тюрьме, лайк поставил, комментарий, а вы, друзья мои, проделать те же самые манипуляции со мной, комментарии напишите, пожалуйста, лайк поставьте, репостик, возможность свою социальную сеть, любую. Это был мой первый день в тюрьме, со мной только что захлопнулась дверь камеры, я сел на койку и просто не понимал, как мне жить дальше, но вроде бы 100 дней не такое уж и долгое заключение. С верхнего яруса спустился мой сокамерник и сказал, что не гоже заходить в хату и не здороваться с Васей Шпалой. Я из... с Васей Шпалой? Извинился, но он не унимался и сказал, что я ща кровью плеваться буду. А вот это прям не сказать, что бы моя мечта. Шпала спросил, имею ли я в корешах какого-нибудь уважаемого кента. Надо что-то срочно придумать. Сам чёрт какой-нибудь. Ну так этот... Дима... Тимберлейк. Шпала улыбнулся и сказал, что знает его. Оказалось, что он очень хорошо с ним знаком и с... Сразу же угостил меня чаем, затем стал расспрашивать... Блин, кот. Иди отсюда, пожалуйста, иди, полежи. Полежи здесь, побурлыкай там. Дальше. Например, где мы с Димой Тимберлейком мотали предыдущий срок? Я сказал, что... Чёрный... Дельфин. Вася Шпала сказал, что уже без... Безмерно меня зауважало, угостил хлебом. Ну и в завершении нашего диалога Шпала спросил, как меня кличут. Ну так я Серёга. Серёга боец, да. Мой собеседник изумился. Я же дико приукрашивая рассказал, что держал всю тюрьму и меня боялся каждый. Никто не подходил ко мне, потому что удар у меня был супер мощный. Шпала извинился за то, что он встретил меня неподобие. То, что быканул, да кот, блин, ну чё ты, ну иди сюда. Иди садись на коленку, сейчас. Котик мешает мне тут работать. Садись, садись. Хочется моего внимания. Всё, всё, садись. Садись, вот так вот. Всё будет хорошо. Мурлыки скуки влезет. ...обращающим образом. Если бы он только знал, что я Кент Димы Тимберлейка. Я сообщил, что как только выйду на волю, так сразу с ним встречусь. Но Шпала спросил, зачем так долго ждать, если он сейчас здесь же мотает срок. На самом деле живой человек. И когда завтра нас выпустят для прогулки, мы обязательно поболтаем вместе. Вот это попадос. Второй день в тюрьме. Я проснулся от крика надзирателя. Надо будет поставить другой звук на будильник. И таких ещё девяносто девять дней. Это другой звук на будильник. Пало предложил сегодня сходить поболтать с Тимберлейком. Я ответил, что мне нехорошо, и я лучше останусь в камере. Шпала ушёл. Так, мне надо чем-нибудь себя здесь развлечь. Что мне вообще известно о тюрьмах? Сто дней, вот такой вот, как сказать, в таком помещении, да с ума сойдёшь, блин. Я смотрел побег из Шаушенка, сериал побег и мультик побег. Ой, сериал побег, ну такой себе. Из Курятника? Точно. А я из Курятника? Не нужно совершить побег. По моим подсчётам на рытьё туннеля сговор с заключёнными и всеми прочими делами уйдет примерно 99 дней. Блин, кажется, я что-то не предусмотрел. Ведь Шпала наверняка тоже захочет сбежать. Поэтому я стал копать туннель чуть шире. Тут в дверь моей камеры постучали. Я крикнул, что тут никого нет и продолжил копать. Никого нет, там решётки такие. Но там продолжили стучать. Я глянул в глазок и спросил, кто там. Мне что-то промычали в ответ. Пришлось открыть дверь. И, о боже, это был сам начальник тюрьмы. Он сказал, что есть разговор. Видимо, побег отменяется. Мы пришли к нему в кабинет. Он заявил, что ему нужна крыса. Откуда он знает, что я работал в зоомагазине? Предложил мне собирать информацию о заключённых. Я сразу же отказался. Отзиратель пригрозил мне дубинкой. Я так понял, вам нужна информация? Сперва начальник попросил меня узнать о Шпале поподробнее. Правда ли у него на воле есть тайник с приличной суммой денег? Будет сделано, но у меня есть встречное требование. Я попросил куда-нибудь деть некоего Диму Тимберлейка. Начальник согласился, а я вернулся в камеру. Шестой день в тюремном заключении. Я снова встал по крику надзирателя. Сегодня мне надо разузнать о тайнике Шпалы. Как только он проснулся, я подал ему завтрак в постель. Завтрак хлеб там вообще. Решил разговорить его и для начала спросил, где он работал раньше. Он рассказал, что работал охранником по адресу Виолончелистов 5, где находится его тайник с приличной суммой денег. Я думал, это будет сложнее. Также Шпала заявил, что вчера, к великому сожалению, Диму Тимберлейка на 94 дня посадили в карцер. Ой, как же это нефиг... ...приятно. Блин, боже мой, это очень прискорбно. На следующий день я встретился с начальником тюрьмы и решил не быть крысой. Назвал начальнику вымышленный адрес. Он был очень рад. Спустя 7 дней у меня уже было множество... Сам вырешено. Объясни его. Его тайник. ...различных привилегий. Я выдавал начальнику разную несуществующую информацию, и он покидывал мне всякие ништяки. На 16-й день ко мне спустился... Он у тебя, Шпала, уже кончил за это. Он же понял, что здесь не тварь. Спалый сказал, что тут что-то не так. Он добавил, что, кажется, в нашей камере завелась крыса. В нашей камере у вас всего двое. Я бы ему месяц леща отдал. Скажи, ах, ты браешь. Это же не я, значит, это ты. Блин, а что здесь нельзя домашних животных заводить? Я и собаку хотел сюда привезти. Шпала добавил, что очень подозрительно, что мне все это дозволено иметь в камере. Я ответил, что ничего необычного у меня здесь нет. Но тут пришел надзиратель... Надзиратель с надувным бассейном. Все нормально, да? Обычный бассейн только в тюрьме-то, что? Сказал, что он, наверное, ошибся камерой. 24-й день в тюрьме. Все вещи у меня отобрали, ведь я больше не сообщал начальнику ничего полезного. Даже матрас упер. Зато мы со Шпалой очень хорошо сдружились, и он предложил... На одной кровати спать. Спать в аллето. Я спросил за... Опасное предложение, опасное. Что Шпала мотает срок? Оказалось, что он украл 150 рублей у злых и наглых злодеев, а затем раздал их хорошим людям с бездомными и голодными котятами. Именно поэтому ему дали 34 года и 2 месяца в тюрьме. Да, дела. 35... Они всегда так рассказывают. Они всегда так... О, я такой, бедный несчастный. Не за что, вот, не за что, оклеветали просто, вот. Первый день. Мы со Шпалой стояли посреди тюрьмы и рассматривали происходящее вокруг. Я выглянул в окно в конце коридора. Там я увидел волю. Кстати, не знал, что здесь рядом дает концерт Павел Воль. Я так, блин, хотел сказать. Думаю, Павла Воль, что ли, небось. Вскоре я и Шпала пересеклись с Витей Барином, и он начал просить с нас деньги на шторы в камеры. Шпала сходу за... На шторы в камерах? Я заявил, что я жесткий боец. И он сейчас докажет. Это этот, как его? Большой стенд. Не будем ничего платить. Смотрели фильм Большой стенд? Там чувак, типа, тюрьму должны были посадить. А ему сказали, что в тюрьме его чпокнут. И он начал там заниматься. Тренировался на всех. Всех перебил на всех. Там такое вытворяло. Варин очень грозно на меня посмотрел. Ну что ж, ты шпала. Раз такие правила, значит, заплатишь. Десятый день моего тюремного заключения. Сегодня ко мне подошел надзиратель и сказал, что меня собирают на следственный. Ко мне подошел надзиратель и сказал, что меня хорошо пахнет. И он хочет поговорить на единия. Эксперимент. Мы приехали на место моего преступления. Я сказал, что сперва перед преступлением я покушал Макдональдс. И примерно вот так вот ел. Затем я гулял на улице вот таким вот шагом и пил ванильный раф. Но не такой сладкий. А когда дошел до места, арендовал Ламборгини Урус и поехал на Бали. Полицейский сказал, что это уже точно неправда, но вздохнул и отправился арендовать. Мне тачку. Мы прибыли на место преступления. И да, преступление было совершено у меня дома. Я стал показывать полиции, где и как это сделал. Все произошло... Какой-нибудь репост сделал, наверное. Пошло на бытовой почве 18 декабря этого года. Вот здесь я схватился за нож. Резко направился в сторону дивана, где сидел потерпевший. И тут же начал безжалостно резать. Но выходили не очень ровные кружки огурца. А поэтому потерпевший был крайне недоволен. Сказал мне, что он нарезал бы гораздо лучше. Но тут я уж просто не выдержал. И пошел в туалет. Когда вернулся, то обомлел от увиденного. Вся комната была залита уютным теплым светом. Просто потерпевший включил прожектор. Тут в мои глаза бросилась полнейшая жесть. Как оказалось, потерпевший заказал пару листов жести, чтобы перекрыть крышу на даче. И когда мой бывший товарищ снова поднял эту злополучную тему, у меня просто вскипела кровь. Я достал тот самый топор, занес его над головой и резко положил на диван. Ведь потерпевший никак не верил, что из такого сплава металла топор выходит крепче и легче. Ну а потом я обозвал его дураком, и он подал на меня в суд за оскорбление. За оскорбление. Моицейский записал мои показания и сообщил, что судья... Сколько звездочек, это что? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, шесть звезд... Они, по-моему, этим идут кругом, так вот, звездочки. Скорее ознакомиться с ним. Шесть даже, раз, два, три, шесть звездочек. Я, кстати, в каком-то фильме видел такое расположение. Корейском, кажется, у корейцев, по-моему, такая вот тема. По-моему, я не помню. Снова вернули за решетку. Шестьдесят седьмой день в тюрьме. Сегодня меня снова вызвал начальник. Он сказал, что у него ко мне есть очень важное дело. Если все получится, меня выпустят из тюрьмы на час раньше положенного. О, это уже... Да чё смотришь? Начальник сказал, что моя цель Витя Барин. Так, понял. Необходимо разузнать, где находится его нычка. Витя, здоровый такой, что ли? Начиний из легких. Семьдесят шестой день в тюрьме. Я пришел к Вите Барину. Но не с пустыми руками, а с небольшим подарком. Вытер ноги и вошел внутрь. Барин попросил меня переобуть тапки. Позас. После чего сразу же принялся открывать коробочку и снимать бантик. Тем временем я переобул тапочки. Ему очень понравился этот новый кастет. Как будто, как монтаж, что ли, не пойму. Кастет. Барин настолько... У меня, кстати, тоже кастет есть. Ха-ха-ха, отобрал одну дурочка. Там баловался один дурак. Был там чё-то? Да, конечно, не важно. Забудьте. Серьезно сказал. Ты ко мне проникся, что предложил стать лучшими корешами. 77-й день в тюрьме. Мы стали просто не разлей вода. Постоянно вместе ходили на всякие жесткие... Ха-ха-ха. ...и разборки и колотили других зэка. 84-й день. Мы с Витей Барином даже на... Боец и Барин лучшие кикинты. ...обили дружеские татуировки. 89-й день в тюрьме. Крепче нашей дружбы был разве что чефир. Но как бы близко мы не дружили... Чефир тема жесткая. Я как-то раз пробовал. ...с Барином он никогда не говор... Вообще на сердце, по-моему, влияет он. Чефир, короче, вредно очень. Он прям... Ну, здоровье влияет, да. ...серкнул мне о своей ничке. Ну вот вообще никак. 94-й день в тюрьме. Сегодня мы, как обычно, щемили какого-то зэка, как вдруг Барин сказал, что у него есть ко мне разговор. Так, это уже интересно. Вечером я пришел к нему в хату. Витя Барин сказал, что своему близкому он может доверить свою самую жесткую тайну. Так, так, так. Он рассказал, что сидит здесь по ошибке, ведь его подставили, и уже несколько лет он копит деньги на хорошего адвоката. А лежат они под его подушкой. Блин, ну я же не совсем га. Собрался рассказать Барину, что я информатор. Как вдруг в камеру вошел шпал и сходу рассказал, что надзиратель проболтался ему, что начальник тюрьмы купил меня за пакет с Макдональдса. Барин тут же страшно рассердился. Спросил, что было в Хэппи Миле. Я сказал, что... ...зеленый зайчонок. Он рассердился еще сильнее и заявил, что ему как раз его не хватало для колеса. Я рассказал, что прямо сейчас собирался во всем им признаться. И все, что я рассказывал начальнику, было неправдой. Но мои кореша затаили на меня жесткую обиду. Третья чпохнули бы там. И убили бы. А потом еще раз чпохнули бы. Отдал зеленого зайчонка Барину и ушел. 99-й день в тюрьме. Сейчас мне кажется, это придет Дима. Дима, как там? Который в тюрьме сидит. В карцере. В карцере. После того, как я рассказал начальнику, что мне ничего не удалось узнать, мне 99 раз дали дубинкой по спине. Я целый день провалялся на койке. Но к вечеру меня ждал сюрприз. Ко мне пришли барин и шпалы и поблагодарили меня за то, что я не выдал их секреты. А также решили отметить мое завтрашнее освобождение. Все-таки они оказались отличными парнями и напоследок мы устроили прощальное чифиропитие. Чифиропитие? День в тюрьме. Сегодня, наконец, я уже должен выйти. Слушай, боец. Тут твой кореш Дима Тимберлейк прознал, что из-за тебя сто дней в карцере просидел. Он теперь вышел и тебя и ищет. Откуда он узнал? Я сказал. Откуда он узнал? Ну здорово. А. Дружище. Я думал, какой-нибудь это, как его... Кирилл Сарчев принял. Он такой шкаф будет. Короче говоря, сто дней в тюрьме. Ну а если вам понравилось это видео, то давайте поставим... Не, ну прикольно. Прикольно, прикольно. Смотреть можно. Так, друзья мои, вот такая вот реакция у нас с вами сегодня получилась. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Будьте клёвыми. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok